В свое время я очень много рассказывал про модельный портфель доходный, и он был прекрасный. Вы сейчас видите его график. Он очень здорово обгонял индексы московской биржи, но, к сожалению, сейчас он недоступен, потому что Центробанк ввел ограничения, и он доступен сейчас только квалифицированным инвесторам. А если вы не являетесь квалифицированным инвестором, то он для вас недоступен. Но брокер, в частности, открытие, придумал изящное решение, как обойти это ограничение. И это даже немножечко удобнее и доступнее для всех абсолютно инвесторов. Не нужен статус квалифицированного инвестора. И я сейчас расскажу, как сделать инвестиции совершенно консервативные, совершенно надежные и доступные для всех. Еще более доступны, чем модельный портфель доходный. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Смотрите, что придумал брокер открытия. Ну, вот сейчас вы видите историческую доходность, да, модельный портфель. Но, так как он уже недоступен для многих инвесторов, то открытие сделало следующее. Есть управляющая компания. Открытие, которая, ну, как бы создает фонд, общий фонд, так называемый ПИФ. По его инвестиционный фонд, и средства этого фонда инвестируются в, ну, по различным стратегиям, по каким-то. А мы, простые клиенты, можем взять долю этого фонда. Вот в чем дело. Мы можем инвестировать уже не прямиком, вот, в модельный портфель на фондовом рынке через брокерский счет, а через управляющую компанию. То есть, доверить управляющей компании средства в управление. И что это значит? Вот это вот доверительное управление. Это значит, что все даже немножечко проще становится. Потому что, во-первых, когда был модельный портфель доступен, то механизм был такой. Нам приходит смс, мы заходим в личный кабинет и нажимаем на кнопочку «Привести в соответствие», потому что формально мы должны принять решение о покупке или продаже тех или активов самостоятельно. А сейчас мы отказываемся от этого права. То есть, когда мы покупаем, вернее, инвестируем в управляющую компанию, то мы доверяем это дело полностью управляющей компании. И она делает это без нас. То есть, мы говорим, хорошо, значит, если вам нужно ребалансировать портфель, делайте это сами, а мы вам доверяем. Такая форма управления называется «Слепой траст». То есть, мы принимаем только одно решение – инвестировать в эту компанию. Так что же предлагает брокер открытие в качестве управляющих стратегий? Ну, смотрите, здесь есть всего-то раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь вариантов инвестиций. И сейчас я коснусь только одного из них, который пришел на смену модельному портфелю. Это открытие сбалансированный, самый последний вариант ПИФа. Что это такое? Смотрите, давайте откроем, нажимаем на него и смотрим. Описание. Инвестиционная стратегия. Инвестиционная стратегия фонда в части портфеля акций предполагает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Ну, люди умные, они знают, какие акции покупать, они следят за фундаментальными параметрами этих компаний, и они как бы ожидают, во-первых, что те или иные компании вырастут, во-первых, а во-вторых, они диверсифицируют эти инвестиции по отраслям экономики, что важно, то есть, ну, в соответствии с наукой, в общем-то, экономической, текущей. Вот, и смотрите, доля облигаций, то есть, есть половина, по теории Марковица, половина инвестиций направляется в облигации, половина в акции. Для доли облигаций размещается в надежной бумаге с доходностью к погашению превышающей ставки по рублевым депозитам, то есть, по-любому, это выше, чем ставка по рублевым депозитам. Соотношение долей акций и облигаций будет поддерживаться близким к 50 на 50. То есть, половина средств направляется в облигации, половина в акции. Облигации дают надежный и гарантированный доход, но он очень маленький. Акции дают ненадежный и негарантированный доход, но зато он очень большой, как правило. Вот, основной доход фонда обеспечивает прирост курсовой стоимости акций российских компаний, полученные дивиденды, а также рост котировок и купонный доход по облигациям. Ну, дальше, вот, динамика стоимости пая, а ее нет. Почему ее нет? Потому что это свежий последний фонд. И что я могу сказать, что это как раз тот фонд, который открытие на смену... Ну, это сбалансированный фонд. Вот, это сбалансированный 50% в акциях, 50% в облигациях. Ну, считается, что это дает более надежный рост, но он не такой быстрый. И все зависит от того, какие капиталы у нас есть. Если у нас, скажем, огромные средства, скажем, 100 миллионов рублей, то мы можем инвестировать. Ну, вот сюда, конечно, мы можем инвестировать, но когда у вас 100 миллионов рублей, у вас уже на первое место выходит надежность. Поэтому, когда у вас огромные средства, нужно большую часть направлять в надежные инструменты, то есть в облигации. А когда у вас совсем мало денег, то наоборот, нужно направлять... Ну, часть, скажем, которая направляется в акции, будет увеличена. Так вот, здесь 50 на 50, то есть это вот такая вот простая, так сказать, середина, ни туда, ни сюда. И вот эти доли можно будет менять 50 на 50. Каким образом? Мы просто берем, например, и 30% своего портфеля мы вкладываем вот сюда, в сбалансированный, да? И, например, если я хочу увеличить долю, скажем, акций, агрессивную какую-то долю, то я беру и, скажем, ну там 50% своих денег вкладываю уже в технологические компании, которые растут вот так вверх, да? Но они также могут и упасть. И поэтому, ну, я могу увеличить просто долю вот акций таким образом, например, да? Или наоборот, если у меня денег уже становится сильно много, больше чем, ну, скажем, там 30, там 50 миллионов, то я могу уже увеличивать долю облигаций и покупать исключительно фонд, который стоит из облигаций. Вот он есть. Ну, об этом я расскажу чуть позже. Есть еще золото, вы видите. Есть еврооблигации. Все это есть. Я об этом расскажу чуть позже. А сейчас я хочу единственное сказать о том, да, вот эта вот презентация, которая есть, я ее могу вам скинуть, если вы захотите. Каким образом надо захотеть? Ну, надо зайти на сайт demetkovyur.com, вот там вот ссылочка будет, и там есть у меня вопрос, там и так далее. Вы просто оставляете, ну, свой телефон, e-mail, и, соответственно, я вам скидываю всю подробную информацию. Ну, во-первых, вот эту презентацию, а во-вторых, если захотите, то вы будете, ну, как бы придете в эту управляющую компанию от меня, ну, соответственно, управляющая компания мне скажет спасибо за это. Во-первых, а во-вторых, это значит, что, ну, с вами свяжется, ну, опытный менеджер, потому что по моим ссылкам работают опытные менеджеры, потому что, ну, я привел туда уже огромное число людей, и мне доверяют, и за моих клиентов борются, потому что они умные, потому что они уже многое знают. Вот, поэтому есть все стимулы сделать это, именно это, и можно задать любой вопрос мне, если хотите эту презентацию, пожалуйста, я дам эту презентацию, если не хотите, то просто оставьте свои координаты и напишите, что я хочу, чтобы мне позвонил там грамотный менеджер, я передам все ваши данные в открытие, собственно говоря, вот таким образом. Ну, а о других инструментах я буду говорить позже, а на сегодня все. Лайк, подписка и оставайтесь на моем канале, я буду говорить не только об агрессивных стратегиях опционных, но и о очень консервативных, которые предназначены для абсолютно ленивых, пассивных инвесторов, коими и надо быть. До встречи. С вами был Демитко Юрий.